всех приветствую чайка 3 сегодня в ремонте вот хотел сегодня заснять видео но не тут то было засада меня ждала вот здесь был тумбер его выкинул безжалостно это у меня здесь валяется в мусорке ну ладно тумбер такой пластмассовый и не поверить или не мог он здесь не было гайки которые его фиксируют пластмассовая тоже я все перебрал все вот внизу в перерыв сколько тумблеров у меня в горы и не подходит крепление металлического тумблера нормально полноценного там пластик ерунда столько времени потерял время уже без 15 10 но я где-то около часа потом кнопку нашел сейчас кнопку поставил наконец-то все работает лампочку вот среди пустяком вот не знаешь где соломки подстелить тут стоял от него контакты от того тумблера но я его безжалостно выкинул нафиг не нужен ну и все перед все весь крепеж свой не то и не тот шаг и все у пластмассового ну это ширпотрепа у меня то все с военная приемка у меня еще с тех времен с ради завода там другие были гостами ладно на сегодня все завтра продолжим по машинке машинки тут много чего делать во первых тяжелый ход но здесь неправильно собрали завтра продолжим на сегодня утро следующего дня приступаю ремонт машины вчера вот купил лампочек лампочки прямо как расходники много уходит до вилок взял тоже нужны бывают частенько так что с этой машиной тут у нас следующий во первых ход ход тяжеловатый ну как бы не совсем тяжеловатый но и не такой как надо и здесь видимо разобрали неправильно стоит здесь шайба фигурная сейчас усиками внутрь конечно же стоит так ну ладно все равно мне одевать сюда маховик от пмз-1 а чтобы проверить сейчас я подберу ручной привод и маховик вот на этих машинах на старых моделях всегда стоит завода винт чтобы можно было поставить электропривод шайбочки все как надо так ставим маховик и начнем сейчас машину ну в принципе ход где-то затирает но это я сейчас ее прокапают можно даже керосинчиком промыть а потом маслом рассверлю под винт 8 миллилитров миллиметров и здесь под 7 здесь 7 миллиметров винт не лезет все для начала керосинчиком пройдусь в нашем деле вещь незаменимая ну конечно тяжелых случаях применяем очиститель двигателя либо очиститель кардюратора такие агрессивные средства но в данном случае будет достаточно фитилька нет будет достаточно керосина вот сейчас во всех сочленениях прокапаю надеюсь надо разобрать все 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 подвижные части керосинчиком можно как у нас практиковалось помню в мастерской у нас был здоровый напольный станок заточной и ну там стоял круг полировальный войлока вот мы его включали там мощном 380 мощный такой вот круг ширины был здоровый берешь включаешь давишь маховиком но привод естественно снимаешь ручной и прогоняли машины всегда обороты такие вот сейчас я нечто подобное сделаю у меня конечно не такой мощный станок в одну сторону и другую сторону вот выберет появился достаток и все машина будет бегать легко и непринужденно он ведь вот у какой из чая будет вот такой выбить да не у какой а тот вот тут почти как наручной поэнзе в этой машины насколько я помню мне что-то говорили по поводу пропуска вроде как но я сильно не вникают то что мне говорят потому как все равно и всю смотреть но вроде такое было вот смотрим что тут не так до для начала менять иголку обязательно иголочку с упаковки естественно так но тут мне не нравится носик корпуса челнока надо час маленько с ним поработать здесь вот очень острое все уже об нитке заточилась как лезвие вот вот так вот с этой стороны особенно так не над ней должно быть алмазным над фельдком убираю все эти острые грани все и естественно полируется все это хозяйство со всех сторон тут вот еще побитой иголкой вот эти вот места м острая здесь вот ниточка проходит вот это тоже все 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 снять вот эти выбоины и тоже заполировать ну вот самая главная часть швейной машины сияет как до снова она такая не была это однозначно эта деталь все 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 заполировал до машина поработала вот не знаю камера передает или нет вот здесь вот еле заметно как ходила машина вот этой частью по бокам как бы буртик не буртик но там его нету буртика но видно разный по цвету металл машина поработала вот я сейчас покажу вам машину первые машины которые были у нас промышленная вот на ней действительно шили наверное в годы войны шинели там или что по mz4 вот сейчас я покажу с нее корпус челнока вот там действительно сколько километров на них прошита и без маски видимо вот свое время у меня было по mz4 вот на ней видите тут выработка прям конкретная даже ногтем чувствуется цепляется но это я так храню на памяти неизвестно для чего это я выписал комплект с алиэкспресса там и тпм за 4 это тот же зингер 31 на него комплект и есть не пришел комплект еще плюс 10 шпулек зачем-то здесь конечно люфтик присутствует но нам такой люфтик ни к чему можно чуть-чуть его убрать вот такой вполне допустимый оставить лишь бы здесь нитка проходила при сбросе так единственное осталось выставить чуть-чуть по центру игловодитель но это ерунда вот два лента и выставляем тут вот какая беда пружина не работает почти нитку заправил чудо на не желает это возвратная пружина рамку игловодителя тянет назад ладно подобрал вот пружину сейчас я ее обрежу и поставлю так какую же длину то тут надо надо прикинуть где-то вот сантиметра 3 на полом ухты цепляется так тут надо два инструмента применить так все установил с посмотрим о все тянет а вот так только надо пружину маленько сдвинуть я задевает механизм нити притягивателя это ерунда это сейчас я сдвину и все пружина работает осталось строчку отрегулировать ну вот на этих машинах и начало заканчиваться качество швейных машин подольского механического вот это последняя машина которая собрана но уверен 40 но это 70 какого-то года она я не помню до начала восьмидесятых ли конец семидесятых и и закончили выпускать то есть ей 40 плюс она еще будет служить ну столько же тут я посмотрел но на ней шили тут вида по машине когда на ней шьют по ней видно вот здесь вышеркана но это уже следы эксплуатации это наклейка но я тут трогать ее ничего не буду это пускай сами может ее помыть бы не мешал эта машина стояла где-то лет десять недвижимая в деревне ну вот сходом я разбирался тут что ход сделан заменен заменена вот резинка моталки и пружина возвратная заменена все машина будет еще работать и работать вот так делали ранее все на этом всем до свидания